Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 146. Толкование на данный поэтический текст, как и многие другие наши лекции по изучению псалтыри, записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Срединском монастыре. Нумерация псалмов по синодальной Библии следует греческой псалтыри, в которой 146 и 147 псалмы представляют собой два разных текста. Оба гимна имеют схожую последовательность развития мысли. После призыва восхвалять Господа упоминается Иерусалим со всеми его преимуществами, а затем описывается власть Господа над силами природы. Завершается псалом указанием на особое благоволение Господа к Израилю. По массоретскому исчислению псалмов оба текста соединяются в один текст под номером 147. Общий текст гимна логично делится на три части, каждая из которых начинается с призыва славить Господа. Первая часть со слов «Хвалите Господа». Вторая часть «Поите словословие Господу». Третья часть «Хвали Господа». Поэтому можно предположить, что изначально псалмы 146 и 147 по Синодальной Библии представляли собой единую поэму. Поскольку выражение «изгнанники Израиля» перекликается с книгой Неемии, заботившегося о восстановлении стен Иерусалима, исследователи предполагают, что псалом был составлен после плена. Вполне возможно, что все последние псалмы псалтыри от 146 по 150 были составлены по случаю восстановления стен города и заселению его новыми обитателями. Восстановление стен давалось большими трудностями, поэтому радость по случаю завершения строительства была весьма великой. Впоследствии 146-147 псалмы могли исполняться за богослужением одного из важнейших религиозных праздников еврейского календаря, возможно, в праздник Кущей. В таком случае «изгнанниками» могли себя считать не только евреи, угнанные в плен во время вторжения вавилонян, но и разбросанные по всему миру представители диаспоры персидского и эллинистического периодов. Особенность поэтического ритма 146-го псалма заключается в том, что каждая вторая половинка стиха усиливает мысль, обозначенную в первой. В этом отношении 146-й псалм несколько отличается от 144-го, для которого характерен статический параллелизм. Так нейтральное слово «благо» в первой половине первого стиха 146-го псалма становится более выразительным «сладостно» во второй половине этого стиха. Многозначное упоминание Иерусалима из первой части второго стиха сужается до «изгнанников» Израиля во второй половине данного стиха. Несколько абстрактное описание того, как Бог исцеляет сокрушенных сердцем в третьем стихе, переходит к конкретному указанию на то, что Он перевязывает их раны. Стих 4 является примером такого параллелизма, при котором ключевые слова стоят в центре. Намек на звезды продолжается в местомене их. При этом сказанное о творении мира в целом, исчисляет множество звезд, служит предпосылкой для развития идей о познании Богом своего мира. Всех их Он называет именами. Пятый стих показывает переход от величия Господа к неизмеримому Его разуму. Шестой стих содержит две противоположные по смыслу идеи, ибо здесь противопоставляются смиренные и нечестивые. Однако это не мешает автору усилить драматизм повествования, используя переход от нейтрального возвышает к довольно сильному унижает до земли. Призыв «пойте» в первой половине седьмого стиха получает конкретизацию во второй половине «пойте на гуслях». Восьмой стих – единственный трехчастный стих в псалме. И здесь движение идет от далекого и заоблачного к более приземленному и близкому для людей. Небеса, земля, горы. Род зверей по девятому стиху уточняется во второй половинке «сыновья ворона». Точно так же и «сила» в десятом стихе становится быстротой ног. Кроме того, в десятом стихе видна вторая конкретизация при переходе от животного, например, конь, к человеку. Во второй половине одиннадцатого стиха виден переход от боящихся Бога, то есть верующих в него, к уповающим на милость его, по-другому совершающим поступки с памятью о Боге и надеждой на его справедливой суть. Такая композиция текста не только привлекает внимание к развитию идеи в каждом стихе, но и делает текст более информативным при сравнительно небольшом количестве слов. Данный псалом продолжает развивать идеи, начатые в предыдущем псалме. Здесь переплетаются темы творения мира и сострадания в Бога к человеку. Слова благодарности Господу воспеваются, безусловно, в Иерусалимском храме. Рассмотрим подробнее содержание псалма. Первые три стиха. Общая идея первого стиха – петь Богу благо и сладостно. В тексте септуагинты отсутствие словоподобающее, восхитительное, более краткий вариант стиха по септуагинте, без словоподобающее, по всей видимости, более архаичный, чем версия масоретского текста. Петь Господу сладостно, ибо Он проявляет сострадание к своему народу, восстанавливает Иерусалим и собирает туда рассеянных изгнанников, которые после всех переживаний и угнетений стали разбитыми и травмированными. Употребленные во втором стихе глаголы «строить» и «собирать» указывают на то, что псалом был написан после Вавилонского плена, когда вернувшиеся израильтяне восстанавливали стены города. Господь не только возвращает пленников, но и заботливо ухаживает за ними. Он исцеляет разбитых сердцем, бинтует раненых. То, что здесь речь идет не о скорбях душевных, а о телесных повреждениях, устанавливается по греческой версии псалма. Четвертая и шестой стихи. Для того, чтобы утешить изгнанников и вселить в веру, что время страданий пройдет, пророк Исаия предлагал посмотреть на звезды, сотворенные Господом. Они твердо закреплены на небосклоне. Следовательно, непреложно заветы. Господа своему народу. Псалмопевец тоже поднимает глаза к небу, чтобы подивиться несметному количеству звезд. Исчисление звезд вряд ли говорит о потребности Господа знать точное их число. Скорее, речь идет о том, что при творении мира Господь решил, сколько Он хочет создать звезд. Звезд так много, что человеку невозможно их сосчитать. Богу ведома их сущность. Они подчиняют своей власти. Он называет их всех именами. Величие Господа неисследимо, и разум его непостижим. Великий Господь не гнушается малыми бренными людьми. Смиренных или угнетенных, нищих Он поднимает, поддерживает, а нечестивых унижает до земли. В седьмом-девятом стихах псалмопевец снова призывает народ петь словословие Господу и исполнять музыкальные композиции на гуслях. Дождевые облака, орошающие землю. Это Божие благословение. После дождя на склонных холмов и гор вырастает трава, которой питаются звери и птицы. И, конечно, человек. По всей видимости, в масорецком тексте когда-то выпала последняя часть восьмого стиха, который восстанавливается по септуагинте. И зелень на пользу человеку. Поминаемые в девятом стихе скоты вероятнее всего указывают на одомашненных животных, в частности, на крупный рогатый скот. Даже молодые вороны обращаются к Богу за пищей, и Он насыщает их, как и всех других животных. Птенцы воронов понимаются здесь особым образом, поскольку существовало распространенное мнение, что вороны бросают своих птенцов. Птенцы бродили без пищи, крещали к Богу, чтобы тот дал им корму. Иисус Христос также ссылается на воронов, которые не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житнес, и Бог их питает. Тем самым Спаситель желал указать своему ученикам, что они ценнее для Бога, чем любые животные или птицы. Десятый, одиннадцатый стихи. Боевой иконе в древности был так же важен, как и танк в современных войсках. Физическая подготовка, стремительность, выносливость пехоты сравнивается в псалме с быстротой ног. Многие военачальники полагаются на силу боевых коней и быстрые ноги солдат. Но это не то, к чему Господь благоволит. Он предпочел бы, чтобы люди уважали Его и верили в Его постоянную любовь. Примечательно, что в отличие от более ранних псалмов, здесь не упоминается царь, который должен обеспечить воинскую готовность своих армий. 146-й псалом, подведем резюме, начинается с упоминания о восстановлении Иерусалима и возвращении туда изгнанников. Затем показывается, как премудрый вседержитель, приводящий в порядок даже звезды, как врач исцеляет и утешает людей с их бесшистными ранами. При этом Бог получает удовольствие не от естественной красоты и силы созданных им существ, а от того, что боящиеся Его и уповающие на Его милость люди прославляют Его имя. Последняя строка псалма отвечает на вопрос, в каком расположении Духа должен посетитель храма вести беседу с Богом. О том, что дает ему молитву к Севержителю, будет сказано в следующем 147-м псалме. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok